Эй, друзья, всем море приветов, добро пожаловать на мой игровой канал, я Нептун, и это прохождение Анхоли, нечестивый. Третья серия, друзья, продолжаем приходить. Мы только что вернулись из того мира. В принципе, мы все еще вроде как в потустороннем мире, но до этого мы были вообще в каком-то безбашенном потустороннем мире, в вечном городе, где людей сжигали, где эти сектанты или кто они там, поклонители, последователи этого пророка. Особенно эта бабеха меня вбешивала в маске, да, с этими, с рогами. Но мы благополучно оттуда выбрались. Так, масок у меня, кстати, масок у меня больше нет, я не могу ее одеть. И рогатки у меня тоже нет. Мы вернулись домой. Продолжаем. Я вообще в нормальный, настоящий-то мир могу еще попасть? Или походу дело все. Приплыли. Все, блин, заперто. Лады? Значит, только в подъезд. Это похоже на место, где я получила маску. Но как это поможет мне найти Габриэля? Да, наш сыночек все еще не найден. Ты не поможешь помолчать хотя бы на минутку? Прекрати, немедленно. Это какие-то разборки. В бронгсе. В баре. Так, хорошо. Вот что-то я не узнаю этого места. Это вроде моя квартира, но, насколько я помню, у меня вот здесь была стенка. Помните, окно, и я еще ключик находил в цветах? Так, стрелочка, говорит, направо топать. Ладно, хотя бы есть фонарик. Уже всякое радует. Там кто-то вещает. Ага. Так, куда нам топать? Боже, все какими-то, видите, корневищами проросло. Но вроде пока это не смертельное. Не так это мешает нам. Они, по крайней мере, не двигаются, они схватывают меня. Все супер странно. Вообще, на самом деле, эта игрушка реально, она очень похожа на Silent Hill. Как бы два мира. Запутанный нелинейный сюжет. Куча персонажей странных, на первый взгляд. Да и на второй тоже. Все, к чему ты прикасаешься, гниет. Отец, ну как? Ты забрала моего внука. Отец? В смысле? Это, видимо, что-то вроде образа или души нашего отца. Почему здесь? А-а-а! Сбежал! Что-то все это очень странно. Какое-то зеркальное отражение. Ее гибель, это твоя вина. Слабость твоей веры и недостаток смирения отняли ее волю к жизни. Эй! Меня обвиняют в смерти нашей матери? Что за бред? Я не виноват. Наверное. Ты действительно думала, что сможешь сбежать отсюда? Художественные принадлежности. Отцовская палитра, краски и кисти. Мне никогда не нравилась его работа, но, должна признать, они искусно написаны. Жаль, что ему пришлось отдать их все церкви. Может, у нас было бы больше денег, если бы он мог их продать? Ох. Его не волновали деньги. Только престиж, только гордость. Так, взял. Мне нужны три важных воспоминания. Короче, ищем три важных воспоминания. Так. Какие-то одинаковые комнаты. Телевизор. Такой же, который у нас был, помните, в квартире. Мы его настраивали еще. Так. Замечательно. Заперто. Видимо, придется топать обратно. Так. Что-то как-то все поменялось. Как будто бы. Я вроде бы на с той стороны заходил. Заперто. Так. Что-то мне это уже не нравится. А что тут происходит? Зашибенно. Повторяющиеся коридоры. Ты бросила свою семью, своего сына. Таким, как ты, нет. Прощение. А, вот туда-сюда, видимо, летать. И нам нужно успеть сделать что-нибудь важное и ценное, да? Так. Надо с другой стороны посмотреть. Так. Хорошо. Опять Мольберт. Она так часто убегала. У-ху-ху-ху, жуткая. Ей пришлось выбирать, но она всегда делала неправильный выбор. Вот, друзья. Хорошая антиреклама. Не смотрите много телевизора, а то будете вот такой вот. Вросшийся в кресло. Человеческое нечто. Свеча. Так, 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 так. Куда бежать? Что делать, блин? Какой-нибудь важный предмет. Сундук. Да ладно вам. Серьезно? Сейчас еще пароль отгадывать? Ну, собственно, ничего больше более-менее важного и ценного я здесь не вижу. Значит, придется открывать сундучок. И опять методом подбора. Надо по звуку ориентироваться. Так. Да ладно. Я сейчас в шоке. Не знаю, как так получилось, но получилось. О, какой-то диплом художника. Обладатели всего документа наделяются званием официального художника Святого Источника. И по вдохновениям для его работ служит сам Вечный Город. Отец был мне себе от радости, когда наконец-то получил его. А потом он стал совершенно невыносим. То есть наш отец ну, героиня, да? Был очень известным художником именно среди этих сектантов. Последователей этого пророка. Все это ее вина. Причем мы же получали, помните, сообщение, аудиосообщение от нашего отца в его квартире? Где он как раз-таки говорит, что, скорее всего, это его вина, что мы оказались вовлечены в эту секту. Он как будто бы усомнился в значимости и в правдивости всего этого движения. То, что вот это вот, это, по сути, его гнев, но это не настоящий наш отец. Наш настоящий отец, возможно, уже давно презирает все это движение, всю эту веру. Так, у нас есть два воспоминания. Эй, вот больше ее нет, как и всех остальных, говорилось в телевизоре. Ее безвери навлекло погибель на всю ее семью. Они пытаются на меня повлиять, видали? Твари какие. Так. Нам нужно туда пробежать. Он же не будет сюда, правильно идти, на лестницу. Это же глупый шарик. Так, он ездит только туда-сюда. Уберите, мы граним всякие палки. Вот здесь я еще не был. Что за страна? Это дымка какая-то? Ремень? Ты должна была слушаться отца, следовать вере, помнить обучение. Так, 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 все, теперь я могу выполнить ритуал. Но где подходящее место? О, опять-то дерьмищики просачивают, смотри, все эти тентакли. Какая жесть. Так. Ай, чё? Дверь, типа, заперта? Ладно, 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 уходим. Нам нужно найти какое-то место, какой-то ритуал. Но не здесь. Колючей проволокой так. Ну, до этого, помните, мы находили на кухне тазик, и там это делали. О, дверь открылась. Она раньше была запертая? Так, 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 давайте резче, резче, резче. Вау. Это было странно. Этого коридора здесь не было. Эй, мудло. Ты кто? Езжай. Езжай, блин. Твою мать, ну ладно, хорошо. Походу, дело, у меня нет выбора, да? Сука, только не думал подходить. Нет, только не он. Понятно. Почему мальчик и постоянные кошмары? С такой-то матерью. Это наш отец, видимо, да? Он влияет на нас, говорит очень мерзкие и очень неприятные вещи. То есть любому любому ребенку такое от родителя услышать, ну, это максимально неприятно. Но я уверен, что это не он настоящий, это просто влияние на меня. Это это место на меня влияет, пытаются меня подавить. Главное, друзья, не подаваться, а паники. Черт, за звуки. Кто-то долбится как будто. О! Чувствую, что мне сюда. А, это... Это опять наша квартира, смотрите. Так. Что здесь делает мой отец? Я думала, что оставила все позади. Очевидно, ты не можешь простить себя за то, что случилось. Прощение? Ты действительно хочешь о нем говорить сейчас? Да. Мы будем об этом говорить. Воспоминания об отце не дают тебе сосредоточиться на том, что важно. на твоем сыне. Прояснись снисхождение к твоему отцу. Прояви. И уйди. Но даже эти вещи, они напоминают мне о нем. Так используй их себе на пользу. Вернись в город, где ты нужна. Вау. Как ты жестковат. Здравствуй, Дороти. Рональпост найдет, что запись. Надеюсь, мы еще знамение тебя не сильно печали. А это мы слушали уже. Да, мы слушали. Видите, может быть, я виноват. Он раскаивается о том, что он привел меня в эту веру и сам в этой вере погряз. Так, давайте просто сначала осмотримся, что тут чему. О, 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 вот это стремно. Я вижу саму себя. Мертвый. Это последствия того. Помните ритуал? Она же его провела и умерла здесь. То есть я, по сути, как ходячий дух или душа? Да. Странно слышать от себя, да? Это я сама. Я просто выживаюсь в роли, как вы понимаете. Веревка и ствол, да? Намек на то, чтобы повеситься. Уж извините, этого не будет. Хотя, может, и будет. Нам же нужно умереть. То есть мы проводим ритуал, а потом нам нужно умереть. То есть получается уже второй раз, да? Как бы это печально не звучало. Так, ладно, лады. Видимо, нужно делать в этой тарелке. Я принимаю вечный город и его трон. Я жертвую тем, кто я есть и тем, чем владею. Я отдаю свое прошлое тех, кто сформировал меня, чтобы преждевременно испытать вечную жизнь. так, у меня нет времени, нужно вернуться в город. Так зачем она возвращалась? Типа, фиг его знает, я ничего полезного там не нашел. чтобы хоть как-то повлияло на сюжет. Ух. Ну да, после обработки на ютюбе скорее всего, изображение будет не такое четенькое. У меня оно очень четкое и довольно внушающее, да. Что будет в этот раз, интересно? Если я не отпущу эмоции, они меня поглотят. То есть, нам нужно использовать все это как-то для того, чтобы бороться. Сильные эмоции и воспоминания о нашем отце, все это должно мне помочь. Сделать сильнее, дать отпор. Ну, как я это понимаю. Глава 5. Площадь священника. Любопытное название. Так, я здесь опять. Ну, друзья, не играл я почти день. Вспоминать надо. Так, на R переключаем снаряды. Красная разбивает стенки, по-моему, да? Синяя вырубает электричество и прочее. Вот эти вот серенькие, они, по сути, создают барьер защитный. Где меня не видно и не слышно. Также есть фонарик, также есть маска. Навы подсвечивает ключевые вещи. Маска слуги или как-то так. Ну, или на двоечку. Ну, и фонарик. Без фонарика никак. Ну, и в общем, приятный графоний. Я в каком-то гребаном подъезде. Эй! Эй! Так, пускать меня сюда не хотят. Почти три ночи. Не знаю, почему я решил, что сегодня ночь, но сейчас. Но, скорее всего, так и есть. Дня мы здесь, наверное, не увидим. У-у-у. А вот почему дверь не открывалась. Шкафчик. Да ладно. Так, тогда как нам отсюда выйти? Ха, что это? Кнопка. это интересно секретная комната гарри поттер и тайная комната блин так интересно уже ищу больше кто-то кто-то видимо белка это расследование кто-то неплохо изучил вопрос кто это это видимо наш габриэль ну сын главной героини это великий пророк который сгорел пока мы еще вроде как его не видели здесь то старушка которая была пророком до него и который по ходу дела сместили или чуть-чуть того там у них какие-то внутренние ссоры произошли ключ и текст этот пророк должно быть принимает нас всех за дураков рассчитает что никто не пойдет против его абсурдных решений сначала он пытался нас убедить что чему принесла его предшественница то есть это старушка да то есть она была до него и он у нее все грехи спихнул что всему виной ее возраст и старческие слабоумие что чума захватывает город что и дома и жители хрупкие как ее старые кости отчаявшимся людьми гораздо проще управлять и манипулировать он сказал что мальчик которого он привел способен вылечить всех зараженных не успел никто оглянуться как большинство горожан сплотились вокруг него в страхе теперь он объяснил теперь он объявил самые пострадавшие районы зонами без чумы лжец и теперь этих наивных глупцов сжигают заживо все что они знают все что у них есть все что во что они верили полыхает да пророк в общем никакой не пророка просто умелый манипулятор шарлатан который ловко владеет языком и всем пудрит голову колючок а это по-моему воспоминания габриэль лин линд какой-то видим браслетик да так и прокачиваться нас уже довольно много воспоминаний найдены а ключик наверно отсюда до точняк это безумие как найти габриэля в таком хаосе есть город в огне напомню что в потустороннем мире ну не знаю в плане графики и детализации четкости мне потом прим эта игра заходит надеюсь что она у вас не будет лагать тихо-тихо-тихо пройти через узкое место чума добралась и до этого района возвращайтесь назад и защитите что-то так точно сэр а это эти омоновцы местные дубасят мирное население ай-яй-яй-яй-яй нельзя так делать они следуют за верховной матерью и они приведут меня к ней то есть мне нужно за ними дотопать верховная матерь на побежали хотя с другой стороны вообще по хорошему нужно все это дело осматривать потому что можно находить воспоминания пополняем ресурсы нам очень нужно одну один шарик печали найти у них всего два максимально три так там кого-то лупашет а чё ты что-то вроде этих наверно памятников да тут кто-то погибает и вот люди приносят свечи ставят цветы целые семьи такая вы знаете аллея скорби сегодня мы получили доставку со складов в районах закрытых на карантин бывшие владельцы либо сожжены в наших камерах либо погибли от чумы так что видимо мы разделим ценные вещи отдадим остальное тем кто нуждается в особых подарках от самого пророка кристаллы уже отправлены в собор но слоги продолжают докладывать о том что в городе вырастают новые да я умело их собираю и использую кто-то идет беги это я не я свой ну если так можно себя назвать тогда а наверх тавритики кстати все покрашено желтым чтобы точно не пропустить здесь видимо белым но иногда можно машинально не проявить невнимательность и пропустить но человеческий фактор так коробки пустой друзья не смотрим там уже кого-то пытают так я пришел отсюда значит нам сюда правильно минное поле это шутка такая не нужно пройти через минное поле серьезно тогда стерегаться мин иначе я покончу как этот бедняга но мина видно в этом зрении хорошо а так реально и хреново видно ладно активируемся друзья алис можно разбить угоги никто не должен выступать против пророка но выступлю я верховная мать была на том овенпасту они должны знать куда она что-то там что заметил что убираешь ты не умеешь ползать а у нас он отрубил что ли принять он ловкий и смелый так куда 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 бежать ты серьезно да ну сейчас взрывает значит придется что еще делать там еще и этот прожектор гребаный но мне потерял ладно он не нашел а она не сработала блин понятно куда бежать твою мать ладно сюда побежали а нет не побежали собака сутулая ладно хорошо надо нам сбить короче прожектор каким-то макаром ладно я пока буду сбивать я охрене а вот теперь самое время прибегать и прыг в окно так сычаря не догонишь больше один верный шаг и я труп нужно быть осторожней смотреть короче смотреть под ноги ты в конце концов заговоришь там кого-то пытают друзья и это реально печально так тюремные камеры смотреть чё у них там на обед нифига чёрных чёрные кусочки хлеба и как будто знаете то ли бекон то ли ветчина не хил так легко взломать электронную панель а дверь затем откройте вторую с помощью кода стражи кодс нет-нет видимо пробовал комбинации да нет-нет-нет 3 и 4 наверняка это первые два числа видимо а чего тогда оставшиеся два ладно в общем 3-4 начинаем с этого а потом остальное возможно подгадать ну если вдруг увидим пароль забираем шарики ненависти а я в шкафе и не знаю как зачем я залез я подумал почему-то что там может быть какая-нибудь записочка так ладно пароль мы еще повзламываем немножечко подождем сначала давайте здесь пройдемся боже я не знаю что там стоить ну типа кому покончу покончу нафига это можно взрывать ну-ка а нафига пошел на браслет а это воспоминание и что это мина так ф я ничего не могу с этим сделать кстати странно эй что это оно не прижимается ну скорее всего это мина Ладно, здесь я все взял Вспоминания взял Дальше мне идти, в принципе, не нужно Погнали вводить пароль В таком случае Первое три, потом четыре, да? Ну, это там подбора давайте тыкать Так, ага Три, четыре, два, шесть Вон оно что Так, что у нас тут? Так, центр пропаганда совсем Близко, мне повезло Небо анимированное, как приятно Всегда обращаю на это дело внимание Анимированное небо, это база О, бедный песик Так, проверяем Быстро так бегло глазом осматриваем Нет ли воспоминаний Но пока что мне не дали Место где прокачивать Свои ловкие способности Пока что мне только подкат Но, в принципе, он выручает нехило иногда Светилище Не попросите ли мне незнакомому Еще одном что-то там А, ну вот, вот Только что об этом говорил И бах Светилище появилось Можно сжечь наши воспоминания И получить немножечко Дополнительных навыков, да? Ну, мне явно туда Так, ну давайте посмотрим Что мы можем Приобрести У меня аж четыре Так, на убитых врагах Будут появляться эмоции Зачем? Так Увеличивают сферу дыма печали Это прикольно То есть защитное поле Будет больше Ускорение перезарядки Рогатки При последовательных выстрелах Угу Можно носить По три дополнительные эмоции Каждого типа Так я и так По три ношу Что-то я не совсем понял Продляет эффект Желания на врагах Ну, будем потихонечку Все прокачивать Ну, давайте Вот это возьмем Может, скорее перезарядки Нет Нет-нет-нет Давайте вот Сферу Больше сделаем Классная штука На убитых врагах Будут появляться Вот это вот что означает Эмоции Зачем? Имеется ввиду На убитых врагах Будут появляться Вот эти вот камушки, да? Ну, давайте возьмем В принципе, ничего так Мне еще нужно найти Два, четыре и Семь всего Воспоминания, чтобы все открыть Возможно Стоило сэкономить Ну, ладно Помуримся же Похоже, здесь никого нет Надо в этом удостовериться Папа? Папа? Это ты? Че? Нет, я не совсем папа Хотя могу им быть Если захочешь Че ты такого не ожидал? Че, там кого-то просто выпотрошили смотреть Там, по-моему, не человек Нифига Как он стремно пробежал Потратила вот это дело Ради одного камушка Аааа Вот оно что Плюс три То есть, не всего три А плюс три К тому, что у меня есть То есть, я могу по шесть По шесть таскать Блин, это круто На самом-то деле Значит, не зря купил Но, с другой стороны Потратил одну красную Чтоб взять одну синюю Да Выгодная сделка. Ау. Что, это кинотеатр какой-то? Столько бобин с пленками. Так. Что-нибудь, что-нибудь такое? Типа сюжетное, нет? Походи, дела нет. Что-нибудь не нравятся мне эти звуки? Какое-то хлюпание неприятное. Ой, старушка. Ты что, меня пугаешься так? Воу. Твое время истекает, дитя мое. Эти стебли выглядят так, будто скоро поглотят весь город. Так и вводит. Пока сохраняют связь между первосвященником и Габриэлем, чума будет разорять эту землю. Так. То есть наш сын, Габриэль, как-то связан с этим первосвященником. И типа... На это как-то реагирует чума. Офигеть. Бусорубка прям как у меня в деревне, кстати. Была раньше. В детстве. Мы фаршик делали на пельмешке. Всей семьей. И было весело. Огурчики это моя слабость. И между соленым, маринованным... Мммм, обожаю. Почему Габриэля держит в этой церкви? И его готовят к новому ритуалу. Первосвященник почти готов. А это место? Почему ты здесь? Здесь ты увидишь, что за человек на самом деле первосвященник. Что станет с городом под его правлением? Не знаю почему, но это место кажется знакомым. Как будто здесь все началось. Ну вот это вот деваха с рогами. Первосвященник. Блин, все это странно. Все это максимально странно, так. А тут у них, видимо, кинотеатр, да? Это место для хозяина. И для гостей. Понятно. Вот че. Даже первосвященники и сектанты делают домашку. Видали? Да, блин. Домашку нужно делать. Иначе закончите вот здесь. В какой-нибудь секте. Так. Ну что будем делать? Я понял, я понял. Нужно синий поставить сюда. Ну, в голубой смысле. Желтый к желтому. Красный к красному. Ну, типа, понятно. Вот так должно быть, да? Ну, желтый нужно убрать. Так, все, красный поставили на место. Желтый. Ну, давайте сначала берем вот этот камушек. Мы его поставим направо. Вот. А этот понизим вниз. Понизим вниз. Ну, вы поняли, да? И тадам! Неплохо. А загадка не сложная, но, знаете, приятно. Фотография? Видимо, наша героиня и... Габриэль? Блин, она симпатичная, кстати. Так. Я даже не помню, кто сделал эту фотографию. Но это было в тот день, когда нас приняли в источник вечности. То есть, когда мы туда, в эту секту вошли. Откуда здесь это фото? Если даже у меня его нет? Действительно странно. Наша героиня, видимо, какой-то фрагмент памяти потеряла. Первосвященник хотел лишь одного. Полного подчинения. Отказа от всего, что предшествовало его появлению. Я уже говорил о тебе. Здесь люди могут создавать из ничего вещи, которые чрезвычайно важны для них. Он хотел, чтобы люди отказались от всего этого. Чтобы они любили и боялись только его. Но я понял, что он скотин. Так, двери открылись. Погнали. Все равно еще не понимаю, какая здесь моя роль во всем этом. И почему наш сынулик Габриэль так важен. И какое у нас прошлое. Потому что явно у нас прошлое немножко затуманенное. Как будто... Как будто часть памяти потеряна. Или еще что-либо в этом духе. Может, мы еще фильмец посмотрим? Было бы офигенно. Я даже не против. Так. Это сюда вставлять? Энергоколбу. Так, да, реальный фильмец. Ну и? А, ну скорее всего, бобины не хватает. Так, надо найти бобину. Кажется, нашел. Возвращаемся. Ну, давайте посмотрим. Чума. Чума. Это последствия твоего страха и слабости веры. Чума. Это испытание характера и верности источнику вечности. Маска дает свободу от страха. Маска дает свободу от эмоций. Неужели не было другого способа? Первый священник выбрал путь абсолютного подчинения. Единственный путь, который ему известен. Маски создали идеальных подданных. Вся оппозиция исчезла. Ну, типа, окей. Я понял, что он главный гад. Но это не раскрывает, как бы, сюжеты. Пока что. Да, он изобрел маски под видом того, что они, типа, сделают вас круче. На самом деле, они все эмоции убрали и, по сути, маски подчинили всех этому первому священнику, да? И чё? Зашибенно. Так, меня не упускают, друзья. Это печально. А, наверх. Ещё выше. Хм. Книжки. А, ещё бобины. Ну и письмецо. Подозреваемые являются членом так называемой группы «Святость», не признающей пророка законным правителем Вечного Города. По данным нашего расследования, группа, замышляющая свергнуть нашего бесстрашного лидера, пророка, встречается раз в два дня в подвалах и на чердаках по ночам. Необходимо поймать их и показательно покарать. Ммм, то есть не все верят, даже в этом городе, этому пророку, есть ещё и реальная оппозиция, то есть люди, представляющие иную точку зрения. Любопытно. Что-нибудь? Чё это? Допрос. Регистрационный номер. ДО 1916. Почему ты отказываешься носить маску? Потому что во мне нет страха. Разве ты не боишься чумы? Неповиновения пророку? Я не боюсь правды. Правда в том, что ваш священник не настоящий пророк. Я видел картину старейшины Линда. Линда? Старейшины? Она должна сказать мне правду. Так, подожди. Линд, по-моему, это фамилия наша. То есть Дороти Линд, по-моему, нас так зовут. Подождите. То есть я как-то вообще причастен к пророчеству? И типа я пророк? Или она? То есть, возможно, это наша мать? Блин, прикиньте, это будет наша мать. Линд. Мне фамилия такая. А я дочь. Унаследовавшая всю эту силу. Блин, интересно. Соответственно, Габриэль является истинным потомком пророка. Первого пророка. А это лже-первый пророк, который тут всех заставляет носить маски и подчиняет себе. Это просто лживый шарлатан. Которого нужно свергнуть. Я примерно понял. Обалдеть. Секретная комната. И она уже здесь. Но как? Это похоже на картину моего отца. Это я ее сюда принесла? Как я уже говорила, твой отец был глубоко верующим человеком. Он верил глубоко, но по-своему. Это он принес ее сюда. Эта картина дала людям надежду. Надежду? Надежду на то, что ребенок спасет их? Надежду на спасение и искупление? Надежду на то, что мать спасет свое дитя, а затем и их всех. От тебя многого ждут. А будут еще больше. Помоги мне понять. Пожалуйста. Как ты можешь просить меня сделать это в одиночку? Большинство людей считает, что я и наш ребенок, типа, мы как-то связаны с спасением. Офигеть. Отец. Но как? Он протащил картины сюда и всем... Всем как бы внушил, что мы есть спасение. И мать, которая спасает свое дитя и приведет всех к спасению. То есть я спасаю Габриэля сейчас, да? В данный момент я как бы исполняю пророчество. И, возможно, это как-то принесет спасение. Блин, запутанно, но, в принципе, какая-то логика здесь проглядывается. Людям нужна надежда. У меня нет времени. Верховная мать уходит, а с ней возможность спасти Габриэля. Значит, нам нужно ее догонять. Музыка прикольная, да. Заперт. У-у-у-у. Где-то вдалеке я слышу, не знаю, какие-то ствоны. Опять кого-то сбивают, опять кого-то травмируют. Так. Воспоминание. Опять бомба. А, нужно было зажать. Боже мой. А я нажимаю просто наив. Думаю, это какая-то мина. Хе-хе. Так, положил. Закрыл. Нафига? Осколок грусти. А нафига я это сделал? Ну, типа, она была пустая, да? То есть, можно ее положить, а можно забрать. Да. Опять же, алтарь. Но у меня нет ни одного воспоминания, к сожалению. Я все потратил. Но как-то бустер-алтарь появился, да? Может быть, я что-то пропустил? Скорее всего. Потому что между этими двумя алтарями, которые мы сегодня за серию встречали, я не находил больше воспоминаний. Окей. Там, кстати, в окне кто-то сидит, видите? Эй, ты. Помоги мне, прошу тебя. Я тут в ловушке, и мне не выбраться. Кто ты? Я простой техник. Я пытался откачать газ из этого места, и теперь застрял. Отсюда не выйти, если не откачать весь газ. Должна я тебе помочь. Что еще остается? Ладно. Что мне нужно сделать? Насос уже подключен, но в нем не хватает двух деталей. Они где-то неподалеку. Поищи их. А затем мне на тебя нужно будет установить их и запустить генератор. Справа у тебя есть техническое помещение. Но берегись чумы. Воздух здесь отравлен. И последнее. Попытаюсь и перекрыть вентиляцию. Ведущую в мое здание. Иначе давление вытеснит газ отсюда. Рычаг, регулирующий вентиляцию, находится рядом с моим домом. Угу. Но можно ли ему доверять? Может быть подстава, а может быть и нет. Так. Внизу все загазовано. Нужно быть очень и очень осторожным. Включить, говорит, вентиляцию еще нужны. Ой, блин. Так. Забираем, забираем, блин. Ёла-пала. Так, давайте обратно вверх. Так, немножко передохнем. Так, там две эти шняшки, которые, по идее, которых можно забрать. Красные камушки, да? Так, вон там какой-то вентиль. Ну-ка, давайте. Или что это? Труба. Ладно, взял. Так, теперь нужно обратно-обратно-обратно. Так, ладно, у меня есть труба. Где вот только ее использовать? Так, вон там есть что-то тоже. Погнали. Ну, открывайся, открывайся. Давай-давай-давай-давай. Так, генератор. А сюда, видимо, нужно... А, вот трубу установил. Камушек. Ну, что-то поработаешь? Нет, что-то не хватает. Так, генератор и сделал. Куча полезного, да? Так, записи инженера. Прошла неделя с тех пор, как в этой местности выросло огромное чумное образование. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы не пустить его в район священнослужителей и ограничить учечки ядовитого газа. Нам удалось удачно использовать и систему вентиляции, и канализацию. Первая высасывает из области большую часть газа, вторая постепенно осушает опухоль, не давая ей распространяться. В теории она должна высохнуть и погибнуть, но неизбежны некоторые сопутствующие потери, поскольку мы подсоединились к трубопроводу, используемому местными жителями. Так, ты будешь это брать? Подожди, бери. Все, с меня, пожалуй, хватит. Так, тут как будто чуть не хватает, да? Не работает. Генчик. Ладно. Возможно, какой-то деталь еще не нашел. Ну, давайте быстренько пробежим. Так. Вот здесь что-то есть. Шмалять. Вот, твою мать, привет! Вот это мы удачно зашли. Так, кнопку нашли? Жесть! Жесть! Там этот зараженный мудила сидит. Такого поворота я не ожидал. Так, давайте думать. Там заключенный, или заключенный, попавший в беду какой-то там челик, да? Так, тут я оставил одну из запчастей, которые нашел там снизу. Вторая запчасть там, в той коморке. Там ходит зараженный. Кругом яд. Но я вот обратил внимание, что, видите, есть вот здесь, и вот здесь, и вот здесь белая краска. То есть туда можно залезть. Ну-ка, подождите, давайте. Пробуем. Тихо-тихо-тихо. Да, реально можно смотреть. Опа! Это мудло здесь. Так. Что у нас тут? Трупешник. Можно забрать. Тут есть второе тош. Но это, видимо, снизу, да? Здесь нету газов, так что снизу можно забраться вот сюда вот, и по белым, видите, бревнам наверх. То есть я этого не заметил изначально. Тут можно передышаться. Правильно? Правильно. Так. Он выйдет или нет? Эй, мудло, я здесь. Хей-хей. Выходи. Мирски зараженный. Давай-давай-давай. Реально выходит смотреть. Глупый. Иди в жопу, ко мне не подходи. Вроде меня потерял. Так, что это? Не знаю, что ты, короче, запустил. Забираем. Я нашла манометр. И как установить детали на насос, включить его, обязательно перекрой вентиляцию. У стены должны быть большой рычаг, у стены. Хрюкает, блин. Использование гнева, может, что-то там, короче... А как это работает? На нем можно использовать гнев, да? Или нет? О! Я сделаю его супер агрессивным, да? О, меня заметил. Приветик. О! Зашибенно. Теперь мне делать. Супер странно. Я не знаю, зачем я это сделал. Потому что он теперь тупо смотрит на меня. Я не знаю, куда мне бежать. Нет, он не отвлекается. Зашибенно. Ну, сейчас меня схватит и по жопе не дается. Вот в чем дело. Ну, ладно, выбора нет особо. Давай. Да что ж ты такая, сука, такая медленная-то, а? Держи... Дыхание задержала, да побежала. Она как черепаха начала ползти. Я в шоке. Попытка номер два. Давайте тогда используем нашу печаль. Вот, я в печали. Он меня не видит. Зашибенно. А теперь давайте наверх. Еще больше зашибенно. Так, проскочили. В него стрелять шариком с гневом, я думаю, не самая лучшая идея. Вот в чем дело. Но, с другой стороны, он бесит меня тем, что он ходит. Блин, шляются здесь. Как невесть кто, блин. Ладно. Так. Нормально, нормально, нормально. Пробежали. Все зашибенно. Давай-давай-давай-давай. Проникай, проникай внутрь. Не хватает легких. Задыхаюсь. Фу. Так. Поставили. Завели. Он сказал, на стене где-то должен быть рычаг. Так, ладно, мы все соберем, потому что я подыхал. Да, уберись, я это же читал. Так, хорошо, какой рычаг там на стене? Какой гребаный рычаг на стене? Мне нельзя пока что включать насос, потому что какой-то гребаный рычаг... А, я, я кажется, знаю о чем. Я видел рычаг. Вот там. Вот он. Вот он. Есть. Рычаг мы сделали. Давай наверх. Передышка. Но он меня заметил. Как печально. Такое у болеводок, а? Рычаг мы нажали. Так, ну что, тут только печалечка, чтобы он меня... Не обнаружил. Все, он тупит. Ага, ага. Глупый зараженный. Ну все, потеря. Рычаг мы включили. А теперь включаем вот это дело. Насколько мне это поможет. Это мы сейчас и узнаем. Оу. Оу. Спасла меня. Спасибо тебе, женщины. Дабы благословить тебя, пророк. Спасибо. Если бы он знал еще, кто я. Слушайте, неплохо так. Теперь можно дышать. Правда, и зараженный куда-то убежал. Ну и тем лучше. Так, тут у нас что? Че это хрен делает? Ну вставил я красный камушек. Оу. Вот это что делает. Это мина реально? Ее можно заряжать таким образом. Ну ладно. Окей. Там что-то там есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подождите. О, нифига. Чувствую, что это какая-то секретка. Ну или полусекретка, да. То есть нужно воспоминание там взять. Возможно. Так. Серьезно? Ради камушка красного? Вы чего гораете? Эээ, где воспоминания, блин? Там наверху. Как будто бы что-то есть. Но туда я явно уже не пропрыгаю. Или это с другой стороны, в доме. Да, это в доме. Мы там уже были. Эх. Как-то, блин, стрёмно. Я-то думал, что там... Блин, это всё было ради красного камушка? Ну, жопушно как-то. Эй, сюда. Подойди к двери. Мой друг. Ага. Давай. Это наш... Чел, которого мы спасли, да? Хочешь попасть в монастырь, верно? Там уже попасть через ратушу. Но будь осторожным. Что-то странное надвигается с той стороны. Иди. И ты благословит тебя, пророк. Офига, он мне сколько лута дал. Спасибочки. Что? Я, Доротиа Линдс, по собственной воле вступаю в организацию, известную как источник вечности. Торжественно клянусь следовать уставу организации и соблюдать тайну в соответствии с установленными правилами. Я осознаю, что за нарушение данного договора мне грозит уголовная ответственность, согласно договору красной ленты от 17 июля 68 года. Подписывающие стороны Доротея Линдс Канцелярия Совета Ассоциации Источника Вечности Ну, типа документ при поступлении, да, так скажем? Только какого лешего он здесь у него? А, это воспоминания! Ладно. Пусть будет так. Все остальное мне, по идее, не нужно. Ну, по крайней мере, пока. Но за воспоминания, конечно же, огромное спасибо. Граждане, будьте бдительными и сильными, дисциплинированными. Чума угрожает всем. Конечно. Но хуже чумы, это вы. Вы угрожаете всем. Заперто. И на какой ляд? Ау. Я не заметил эту дырку. Что ж, выглядит многообещающе. Выход должен быть где-то неподалеку. Наверху. Хитро. Вот теперь обратно не пролезу, да? Нифига. Заперто. Как же тяжело дышит наша героиня. Жесть. Тоже заперто. Есть, правда, шахты, но, скорее всего, мы туда... Не пролезем, да? Никак. А, это еще и лифт. Без питания лифт не запустится. Наверное, генератор в подвале. А подвал? Вон там? А по делу, там что-то открылось. Понятненько. Ну, значит, нам нужно генчик запустить. Все предельно просто. Вот. Еще и загазованность. Замурчательный. Ой-ой-ой, пойду-ка я подышу воздухом чистым. Да. Не хил так. Придется нам бегать туда-сюда, обратно. Ну, боже, как приятно. Так, давай-давай-давай, дышуйся. Все нормально, да? Побежали. Заберем. Или не заберем. А! Вы угораете? Тут газ кончался. Я бежал обратно. Думаю, что он здесь, ну... Вы поняли, да? Что он повсюду. Охренеть. Сколько тут генераторов? Ну, давайте все будем заряжать. Оу, что это? Желание примания врагов отвлекать? Это новое. Новое, как это желтое. Смотрите, у меня есть синие, да? Такие серенькие, красные. А вот желтое, это первое. Только я слежу за генераторами и системами безопасности. Только я знаю о них все. Но у меня не было ни одного выходного с тех пор, как новый первосвященник прибыл в город. Но у меня есть план. Я поднакоплю украденных ценностей и сбегу. Я уже немало стащил. Но это учреждение – настоящая золотая жила. Ну да. Заметно, как ты сбежал, чувак. Оно вызывает покалывание. Но не сказать, что это неприятно. Пожалуй, лучше спрятать этот кристалл поскорее. Отвлекать внимание будем, друзья. Совсем скоро. Воспоминания? Солнцезащитные очки матери. Мамины очки. Ей нравились модные оправы. Я все думаю, что ей следовало родиться в богатой семье в какой-нибудь теплой южной стране. Да, ей бы это понравилось. Но, увы, она родилась не там. Плюс два уже. В принципе, неплохо. Так, ну, по идее, я все подпитал. Так что можно смело топать обратно. Твою мать. Вот для чего это, видимо, нужно, да? Вопрос только в том, как это должно работать. Ну, давайте вот туда. Так, развернулся, пошел. Все, понял, как это работает. Неплохо. Открывайся. А закрываться не хочешь? Так вот, не хочешь у нас закрываться больше? Ну и пошел ты в жопу. Главное, что я взял все, что мне нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Зашибись. Ну, хотя бы здесь открылась. Твою мать. И он меня заметил. Так, нужно срочно что-нибудь предпринять. Да вы угораете. Так, а куда? Куда мне нужно-то бежать? Вот в чем дело. Я не знаю. Там еще один. И он конкретно бежит за мной. Ладно, ладно. Хорошо, давайте перегруппируемся. Так, он заряжен. Пойди, его можно взорвать. Если приманю этого ублюдка сюда. Что он там идет? Не идет? Идет. Ну-ка давай. Да ты угораешь. Что он не взорвался? Непонятно, как это все работает. Должен был взорваться. Я не понимаю. Ну, погнали наверх. Пока не тупят. Там ничего не понимают. Мне уже некогда этим заниматься. Ой. Так, а куда тут топать-то? Привет. Смотри, там какая-то шняшка. Видал? Шняшка. Шняшка там. Смотри, шняшка. Он столько тупой, что не понимаешь, что ему нужно сюда бежать. Нажимайте кнопка. Фух, пробежали. Замурчательно. Мерзкое место. Ну, на них это работает, ну, как-то интересно, кстати. Если даже они на тебя смотрят, и ты швыряешь желтый камень, то... Они немножко начинают, знаете, в ступоре в таком стоять. И это время для того, чтобы пробежать. Зажибись. Так, а мне куда? Чем с Тамарой ходим парой, блин? Нет. Не взрываются. Так. А если вот так сделать? Опа! Закрыл голубков. Так, наверняка мне вниз, да? Скорее всего. Там же нет воспоминаний, надеюсь. Там только сундучок. Ладно, бог с ними, погнали. Наконец-то кошмар закончился. Чем еще этот город меня порадует? В кавычках. Да, немного я выиграл. На всем этом. Ох, твою ж мать. Под ним столько грусти. Столько печали. Очень интересно, это был кабинет. Ситуация в нашем районе и во всем городе стремительно ухудшается. Чума серьезно повредила многие здания, и количество зараженных быстро растет. Ходят слухи о каком-то неприятном происшествии в монастыре. Я понятия не имею, что это может быть. Я внезапное восслабление позиции Верховной Матери. С отчетом всего этого нам следует проинформировать общественность, что чума скоро будет искорена. Количество зараженных снижается с каждым часом. А Верховная Мать, как и всегда, пользуется абсолютным доверием пророка. Пропаганда. Как это мне знакомо, да, учитывая, в какой стране мы живем? Так. Гоу. Боже, какая она страшная и стрёмная картинки. Если я переберусь через эту стену, то смогу попасть в больницу. Больница, это, скорее всего, вот это здание, да? Наверное. Или нет? Так. Как любопытно, на меня смотрят манекены. Боже, они тут в такой пузе вышли. Я думал, они танцевать начали. Джага, джага, джага. О, нихрена. Чуть за ведьмы. Сила источника. Высвобождены. Эти сестры служат Верховной Матери. Одна из них приведет меня к ней. Так, они что-то там распыляют. Смотрите, это распыление убивает зараженных. Вот чел, зарядку делал, видите? Растяжку. Но не получилось. Вздух немножечко. Вздух немножечко. Так, а сюда идет? О, понятно. Здрасьте. Она здесь. Жопку понюхай. Так, у меня проблемы. Придется использовать грусть и печаль. Я говорю, грусть и печаль. Как-то с собакой. Так, грусть и печаль не совсем сработало. Опять, что у нас тут? Я взяла в сирии ствачника. Взывай. Только я почему-то задыхаюсь. Это нормально? Че-то нажал. Воу! Я не подведу, мать. Че она, блин, творит? Я из-за нее задыхаюсь, что ли? Иди вон туда. Правильно делаешь. Тупый нафиг. Идрисия беспалевный. Все, что патрулирует больницу, верховная мать должна быть где-то рядом. Да, понял, понял, понял. И че у нас тут? Блин, у меня красных этих кончились. Тут замков тысяча, а красных нет. О, это можно забрать, да? Зашибенная. Так, это сюжетный проход? Или нет? У меня такое ощущение, что я пропустил тысячу воспоминаний. Так, у меня больше нет красненькой. А, ну и хрен с ней. Внимание, граждане, карантин все еще действует. Маска сестры поможет мне перейти через газовые поля. Нужно использовать эту машину. Ммм, то есть новую маску можно сделать, да? Фигеть, там у них... Там у них какой-то реальной эпидемии. Так, друзья, ну серия, блин, реально затягивается. Поэтому я вообще планировал... Одна серия, одна глава. Но эта глава, видимо, длинная. Поэтому давайте-ка мы здесь серию закончим. И в следующей серии будем продолжать. Собственно, будем, видимо, крафтить какую-то маску, да? И идти в госпиталь. Не знаю, правда, для чего. Но, видимо, там мы найдем высшую сестру и надаем ей лещей. Поэтому поставьте лайк. Поддержите мое прохождение. Мне очень нужна ваша поддержка. Вступайте в группу ВКонтакте. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Желаю всем добра и позитивчика, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok